В Перми чиновники и зоозащитники обсуждали введение обязательной регистрации хвостатых. Авторы этой идеи предлагают ежегодно взимать с владельца регистрационный сбор. Но если животное простерилизует, то ничего платить будет не нужно. Мы узнали, как к такой идее относятся жители нашего города. Что-то нужно, но это смотря какие условия, я говорю, ну вот не согласны стерилизировать. И вот одерживаем, если что, отставляем, что от этого будет вред, одерживаем, чтобы не получилось. Не допускаем. У меня две собаки и очень много щенков, потому что я и думаю про стерилизацию. Кошка стерилизована, я довольная очень даже. Она у меня уже пять лет и нормально, мне кажется, хорошо. Не знаю. Я согласна с этой стерилизацией. У нас у самих дома три кошки и две собаки. Ну, не знаю. Мне кажется. Ну, в квартирах-то надо, наверное. Но в частном доме гуляют сами по себе. Не надо издеваться над животными, я думаю. Ой, даже. Ну, это дело всякого. Хозяин сам решает. Стерилизовать нет. Я, конечно, стерилизовала свою кошечку. Но жалко. Но куда деваться, не выбрасывай же котят. Бездомных, вот допустим, там придут, я считаю, надо. А в домашних условиях, я думаю, это не стоит. Потому что можно справиться и без стерилизации, и без кастрации. Вот он у меня вот на улицу ходит, гуляет нормально всё. Никаких проблем со здоровьем, всё нормально. Спокойно, ровно. Будете в дальнейшем стерилизовать? Нет. Хотим щенков. Тут уж, как говорится, дело хозяйское, но ответственное. Подробнее о процедуре стерилизации нам рассказала ветеринарный врач Дарья Чичерова. Смотрите, в первую очередь давайте разберемся, что такое стерилизация, что такое кастрация. Потому что многие очень путают это понятие. Во-первых, стерилизация – это хирургическая процедура, либо химическая процедура лишения способности животного к продолжению рода к деторождению с сохранением всех детородных органов. То есть, если, допустим, это идёт речь о самках, удаляются только яичники. То есть матка и все сопутствующие органы, они сохраняются. Кастрация – это полное удаление всех репродуктивных органов. То есть, в данном случае, если выбирать стерилизацию или кастрация, кастрация – более приемлемый вариант, так как он предохраняет вас в дальнейшем от развития каких-то сопутствующих заболеваний, заболеваний детородных органов. И так как гормоны практически прекращают выделяться, возможность онкологических заболеваний снижается. Конечно, не исключается полностью, но снижается к минимуму. В общем, если вы не заводчик и не планируете разведение племенных животных, то стерилизация – вполне себе вариант. Посмотрим, найдёт ли эта инициатива отражение в федеральном законе. А пока предлагаем обсудить в комментариях нашей группы ВКонтакте и в Одноклассниках. Олеся Петровичева, Кирилл Литвин, Дмитрий Солдатов, телекомпания Соль-ТВ.